Всем привет, с вами Оксана. Сегодня я пройдусь по своим хаедам, которых у меня сейчас в работе аж три штуки. И, ну, конечно, не уделяется им сейчас столько времени, сколько бы мне хотелось, но я попробую, конечно, немножечко нагнать что-то. Где-то, может быть, всё-таки получится у меня побыстрее как-то всё это делать. И, конечно же, у меня есть сомнения. Так, сейчас начнём с моего первого грандиозного проекта, у которого метр на 70 получается длина и ширина. Это же, конечно же, кто смотрел мои видео, знает, что я вышиваю зодиак от маршеттия. И, собственно говоря, я сейчас покажу свои продвижения. Так, вот, девчонки, в камеру всё бы взять. Это вот, вот такая у меня сейчас картина. Конечно, мне хотелось бы перед видео закончить вот этот лист, потому что осталось, собственно говоря, вот, чтобы показать вам телескоп, который здесь уже нарисовался. Это фактически телескоп, это середина картины. То есть здесь получается 5,5 рядов, то есть 36 листов, но там не полные листы. Есть совсем огрызки, буквально в 10, по-моему, или в 8 крестиков, по-моему, вот прям полосочка вот такая на листе. Поэтому картина, на самом деле, из 36 листов, там есть вот эти все огрызки, они не считают, но получается гораздо меньше. Хотя достаточно большая эта картина. Значит, что я сделала? Я зашила вот здесь вот одиночки. Если кто смотрел мои видео, у меня здесь были такие пустые клеточки. Это были одиночные крестики, которые мне никак не хотелось вышивать. И у меня было не зашито вот здесь вот это темное пятно. Я шила-шила лист, потом что-то бросила его, и вот это пятно у меня просто было не зашито. Ну, тут я себя взяла в руки и решила, что добью. Ну, где-то, наверное, вечер, день, ну, где-то полдня я потратила на зашивание этих одиночных крестиков. Ну, в общем, справилась я с этой задачей. Конечно, я теперь оставлять не буду никакие одиночки, я все их буду отшивать сразу же. Я просто тогда летела, мне очень было интересно, что будет здесь, какой будет рисунок, что у меня, в общем, получится. Напомню, что в наборе 90 цветов вышиваю я ниточками гамма и постепенно меняю их на нитки ДМС. Почему меняю? Потому что некоторые цвета в гамме не очень совпадают с ДМС. Да, они вообще близко по цвету. Я бы сказала, что, наверное, ни один цвет не совпадает с нитками ДМС. Вот, и я постепенно меняю бежевые вот такие вот цвета на ДМС-овские ниточки. Потом, значит, коричневые. Ну, такие, которые вот именно здесь вырисовывают людей, животных, то есть телесные какие-то оттенки. Все менять 100% наверное не буду. Ну, если, знаете, как я смотрю, если у меня нитка заканчивается, я смотрю ее в гамме, если у меня нет, заказывают ДМС. В общем, наверное, так и буду делать. И еще, когда вышиваете, девчонки, хаэт, здесь не принципиально прям вот оттенок в оттенок, чтобы прям был точно по ключу. Я это давно поняла, потому что в миллионе одиночек, да, вот, например, в этой раме, вот, например, вот в этой вот красной раме, здесь миллион всяких коричневых, каких-то желтых. И если вы будете менять, например, нитку, возьмете, например, приближенный какой-то цвет, погоды здесь это не сыграет. Никто не поймет, вот видите, здесь есть и зеленый какой-то крестик, никто не поймет, что вы там заменили. Честно могу сказать, никто. На такой гигантской картине, поэтому даже можете не заморачиваться с этим делом. Вот, вот такое у меня, видите, такие большие здесь достаточно уже куски вышиты. Картина мне это очень нравится, запала она мне в душу, как бы с самого начала, почему я выбрала именно картину. Во-первых, зодиак, была сначала мысль вышить, ну, отдельно, да, как вот продают наборы. Там каких-то. Вот, ну, и в конечном итоге я решила, что ничего я отдельного шивать не буду, я уже буду делать, значит, все 12 знаков зодиака. Ну, так и получилось. Вот здесь телескоп, конечно же, немножечко недошит он у меня. Мне жалко очень, что недошит. Вот, что я не успела вчера доделать, просто если сейчас видео не сниму, мне вечером вообще не дадут просто это делать, потому что будут все дома, все будут ходить, греметь, гавкать и так далее. Так, девчонки, я протестировала вот эти деревянные органайзеры, меня просили, как только, типа, я начну с ними работать, обязательно оставить об них отзыв. Так, отзыв оставляю. Очень хорошая вещь, сразу могу сказать. Я, видите, планировала их на одну работу, но пока я понимаю, что я не могу физически за нее взяться. И я переодела сюда свой зодиак. Почему? Потому что у меня предыдущие органайзеры от ДМС развалились уже фактически за такой большой промежуток времени. И я уже решила, что сделаю вот так. Так, значит, что я с ними сделала? Вот здесь наклеен на вот этой стороне это малярный скотч. Я на него просто наклеила этот скотч, разделила, значит, и написала цифры маркером. То есть, соответственно, у меня вот такая получилась штукенция. Чем хороши эти органайзеры? Они без заусенцев. Нитка свободно вытягивается. То есть, я вытягиваю вот так вот по одной ниточке. Я вот беру одну ниточку, иголочку, я ее вытягиваю. Я не вытаскиваю вот эту всю пасму, как бы считаю, что это просто лишняя работа. Вот. Итого у меня их получилось 4 штуки. Это, по-моему, органайзеры от РТО Буратини, да, по-моему, так. Вот. У меня их получилось 4 штуки. И, к сожалению, двух цветов мне не хватило. И я переодела их, ну, вот оставила на вот таком вот огрызке два цвета. Видите, здесь придется еще покупать мне вот эти деревяшки. Это 100%, значит, придется. Так, что еще я хотела вам показать? Ну, по зодиаку, в принципе, понятно, что я дошиваю сейчас вот этот лист. Потом я иду наверх. Здесь у меня, видите, кусочек листа вот так вот уже отшит, вот этого листа. И я иду наверх, соответственно, и иду вбок. То есть, я заканчиваю полностью вот этот вот весь ряд. Чтобы у меня уже ничего, как бы, не было недоделано. Хочется ряд уже закончить. Ну, и потом уже, соответственно, сюда пойду уже, как положено, по листам. Буду вышивать дальше. Вышиваю по листам. Ну, вроде бы как стыков листов у меня нигде не видно. Во всяком случае, я не замечаю. Стараюсь я за этим наблюдать. Хотя, вышиваю четко по листу вот так вот и никуда ничего не оставляю. И вышиваю, девочки, я по цветам. Парковка у меня не пошла. Тем более, на такой большой работе. Мне проще по цветам. Я сначала вышиваю вот, например, один цвет, если его много, да. Вот, например, как вот здесь вот оранжевый вот этот вот цвет. Ну, и потом уже заполняю одиночки, какие там остаются. Так проще. Вот, и вот у меня вот такой остался кусочек. Планетка одна уже нарисовалась. Я сравнивала с нитками отшива, с нитками ДМС. К сожалению, в интернете не так много фотографий. Тем более, крупных фотографий, по каким можно бы сравнить, бы было, да, свой отшив. Ну, нашла я там парочку фотографий. Вы знаете, в принципе, что в ДМС, что в Гальме особой разницы я не увидела. У меня очень хорошая таблица подбора ниток. Я ее распечатывала с интернета. Она очень грамотно подобрана. Есть таблицы не самый, как бы, лучший вариант. А вот у меня я нашла хорошую таблицу. Вот. Если кому-то нужна такая, у меня она есть на электронной почте. Я могу ее скинуть. Вот. Я сейчас вам покажу, как она выглядит. О, господи, разобраться бы в этом. Во всем бардаке. Она у меня в папке со схемами. Вот. Вот у меня папка тут. В общем, вот столько тут листов. И вот такая у меня таблица. И вот по ней именно я переводила нитки. Тех, которых не было в Гальме, я покупала в ДМС. Сразу скажу, что у меня не все нитки чисто в Гальме. Каких-то цветов и не было. Вот по такой табличке я делала перевод. И очень мне она понравилась. Ну, неплохо, во всяком случае, получается по этой таблице. Вот. Сейчас я еще вам дальше буду показывать свои хаеды. Там, конечно, продвижения очень мало. В основном меня волнует зодиак. Вот. Сейчас мы идем, девчонки, к белоснежке. Так как это тоже хаед, я ее, конечно же, покажу. Ну, отшил-то у меня мало. Я никак не могу с этой схемой себя заставить работать. Уже не люблю я, наверное, цветные схемы. Да еще вот такого плана. Она очень оляпистая. И видите, как бросается эта ядовитость цветов. Она, конечно, вся в глаза. Вот тут инструкция. У меня так и лежит. Значит, лист вот этот вот я отрезала, который с ключом. Потому что, ну, невозможно каждый раз вот эту книжку крутить туда-сюда. Я вообще думаю, его надо еще и отксеять на всякий случай. Вот здесь раскладка листов. Это прелюдия к поцелую. Вот здесь написано фантазия поцелуя. Ну, видно, белоснежка сама там как-то переименовывает свои наборы. Вот такой кусок отшит. Вычеркиваю маркерами. Тяжело мне очень это все делать. Здесь, если приглядеться... Вот. Значки-то все вроде понятные. Но настолько они оляпистые, что я с этой схемой прям никак не могу заставить себя работать. Причем картина нравится, но мне прям лень. Хоть прям бери схему Хаэда родную. Она у меня есть. Распечатываю прям по ней шеи черно-белые вот эти ковыряю крестики. Потому что, ну, белоснежка, конечно, дала тут маху с этими вот цветами в схеме. Напомню, что в моей схеме 91 цвет. Блендов нет. Никаких ничего. Все вышивается на 14 канве полным крестиком. Так, сейчас я покажу, что получилось. Ну, я отшила, конечно, немножко. Потому что я всю эту работу в этом году хотела бы я закончить вот этот лист хотя бы. Да? Потому что как бы все хочется, хочется. Сами знаете. Блин, а как все успеть в нашей жизни? Я понятия не имею. Так. Ну, размер работы. Здесь написано 90 на 74. Но мне кажется, что это просто размер канвых. Хотя, не знаю, надо померить. Так, ну вот, что получается. Конечно, я знаю, что многие на белоснежку грешат, что говорят, что все плохо, тут печаль. Знаете, девчонки, да нет, на самом деле. Никакого тут криминала я не вижу. Конва здесь, кстати, неплохая. Лучше, чем вот этот свайгард у меня конва. Она очень мягкая стала со временем. И просто тряпочка. И, конечно же, на этой конве здесь даже где-то видно, что вот, ну, есть просветы. То есть, вот, видите, тут вот, ну, какие-то такие нюансы, что не самая лучшая конва от свайгард. Мне вот нравится китайская конва, корейская конва. Она у них крутая. Ну, в общем, вот такой вот у меня отшив получился на сегодняшний момент. Вот по белоснежке. Мало, но я рада, что хотя бы я ее начала. Хотя бы, что вот у меня получилось. Ну, девчонки, наверное, и на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Всем пока.